добро пожаловать на стрим продолжаем работать над котом кстати у него тут такая расцветка странная и сейчас я исправлю так давайте нормальные цвета вернем подбирали на прошлом стриме это вот такие да они нормальные ну да хотя бы вот такие как каштановая кошка пусть будет у нас пока что на этом стриме я хотел бы затекстурить уже глаза когти кстати усы надо будет еще добавить коту поэтому давайте приступать так сейчас один момент забыл вывести референсы 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 так вот так вот круто все вот такие референсы используем по-прежнему так давайте сейчас к вот этому вот объекту который содержит глаза зубы когти добавим сюда же усы может быть даже развертку стоит им сделать на всякий случай они же обычно знаете такие бывают неоднородные по покраске вот давайте это организуем сейчас так у какого кота здесь прям хорошие зачетные усы так чтобы было хорошо видно ну вот кстати хорошие то есть то есть тут где-то по 3-4 штуки из бровей торчи тусов вот и такой большой пучок из чок окей будем смотреть на этого кота так таймер сейчас отмотаем сюда ну все круто все все готово ура так давайте поставим 3d курсор куда-нибудь сюда в области щеки кстати намечали как раз вот эти вот гнезда гнезда для усов разъемы давайте здесь так берем наверное можно взять взять в принципе без еш куда пододвинуть ее вот сюда чтобы она росла из основания так и вот это вот так от не 3d курсора медиан поинт повернем сюда пододвинем вот сюда можно их пока отскелить вот так вот можно им сразу толщину придать чтобы было понятно чем мы тут вообще с ними делаем так ну по толщине здесь прямо немного должно быть даже не знаю какая толщина усов ну там наверное меньше одного миллиметра давайте пол миллиметра возьмем ну тут по сути она сейчас так и есть да если 0 1 а 0 0 1 метра это один сантиметр а 0 0 0 5 это 4 миллиметр это пять миллиметров так а 0 0 0 5 это как раз половина миллиметра ну тонковато тонковато ладно пускай будет один миллиметр даже так тонковато возьмем 2 или даже 3 которая 5 5 много тогда ты да действительно окей здесь 3 здесь нажимаем alt с вообще вот так у нас плавно сходит на нет ус да так и пододвигаем его куда-то сюда по размеру по пропорциям где-то здесь они заканчиваются то есть если мы сейчас так посмотрим на голову но тут стоит брать в учет еще щеки да у нашего так а то пока щек нет можно будет добавить где-то здесь заканчивается череп и эти усы они выходят за него то есть наверно не размером как вот длина ухода если ухо взять приложить вот он примерно как раз получится длина уса я полагаю не могут варьироваться у них ну так примерно что не сильно ошибаться по пропорциям ну да как то так так и они у них направлены все ну да вот как такая кисть как метла загибаются вот этим вверх да вот эти вот вниз на загибаются тут есть и покороче такие усики самые длинные усы в середине хорошо хорошо те усы что в середине они принципе не изгибаются особо хорошо берем ставим центральный ус так привязку по фейсом делаем рейвен через 408 rg создание объемных текстур твой урок на ютюбе а где ссылка на альфы вот там ссылка раньше была видимо она перезатерлась когда я решил групповую операцию применить к ко всем видосам но на самом деле там надо вообще обновить ссылку потому что пиксологик переместили насколько знаю все эти альфы я давно туда не заходил на их сайт но можно почекать куда них девали теперь где-то на zbrush central должно быть ну пока что пока я не сподобился обновить ссылку можешь просто загуглить альфы для zbrush и скорее всего одна из первых ссылок будет как раз на то что нужно так еще у них усы немножко вперед да я так полагаю они наоборот назад смотреть так можно пока ограничить общую голову вот так будем смотреть вот примерно вот так вот так что не работает почему не отсекаешь скажи на милость давно пользуешься блендером ну да давно уже давно уже ну вот я начинал среды макса я им лет семь попользовался и потом перешел на блендера суммарная в 3d жки где-то лет 15 ну видимо да как раз лет семь я тоже блендером уже пользуюсь на самом деле странная штука не работает режим изоляции который на альт бы вызывается интересно это бак блендера или это бак меня так момент не менее этот режим сейчас нужен прям очень даже сильно сейчас попробуем перезапустить блендер один момент так все я вспомнил вспомнил и знаете чем что режим изоляции работает только в солид режиме в режиме материала он мне прав не работает печально но не сильно печально но особенность такая есть я возможно где-то настройках это меняется так надеюсь нам нужно с материалом все-таки смотреть ноги я думаю сильно страдать не придется так вот здесь у нас несколько первых отверстий они вообще не заполнены вот потом уже начинаются усы так я зажимаю control для того чтобы у меня временно включалась примагничивание да как бы перманентно но мне отключено вот но при зажатии контрола она включается дублируем осы потом их причешем так сказать анимировать кота будешь у меня 3d max не тянет ну то есть на моем компьютере вылеты анимировать кота до планирую ну то есть ну возможно не прям в ближайшее время потому что у меня есть некоторые неопределенности в плане того где и как это буду анимировать вот но скелет ему сделаю рик делать пока что наверно тоже не буду тут как бы не так давно релизнулся позавчера вроде бы unreal 426 и по идее там control rig должен либо выйти был из бет и альф либо прям уже должен стать юзабельным вот и если так то было бы неплохо посадить всех персонажей на control rig потому что собственно unreal это и есть целевая платформа поскольку игру делаем же так и давайте повернем сейчас это все вот так вот individual origins вот так вот ближе ближе к внутренней стороне их еще кстати надо тоже будет как-то на косточку посадить давать каждому усу свою кости то наверное будет жирновато ну посмотрим посмотрим в целом там в анриеле что ли до 40 тысяч костей позволяется или до 65 вот какую-то такую цифру запомнил в общем там огромное количество костей поддерживает движок на один мэш поэтому в целом все окей единственное что конечно это будет ударять по производительности но если сделаем каждому усу свою косточку по паре костей даже до чтобы в двух местах изгибался я думаю это не сильно повесит игру в любом случае как я говорил говорил ранее пока не выйдет система способная воспроизвести мою игру игра не релизница когда вернее только тогда когда выйдет подходящее железо под ним так давайте вокруг 3d курсора будем плясать вот так вот загибаем его сюда вот эту парочку можно загнуть вниз на и вот это тоже наверное да и вот этот также обожаю в блендере групповое редактирование не такая старая фича не так давно это сделали вот мы прям активно используется с ней прям веселее стало не нужно объединять мыши чтобы произвести какие-то такие операции так ну да это можно прям вообще даже сделать покороче да куда ты вот сюда прилепить 3d курсорчики вот так вот сюда это дело по скейлить нормально так ну и еще немножко по загнуть и что ли их да так можно привязку 3d курсора убрать на median point так и вот так вот загибаем их еще покрасивше ну не плавно по идее должна увеличиваться длина это можно вот так вот немножко вверх но тоже его укоротить надо наверное потом можно их будет зеркально просто сдублировать и другую сторону тоже чуть-чуть подредактировать для асимметрии но в общем целом характер их движение их направленность она будет примерно такой же так ну здесь и не чуть перепутались даже наверно хорошо пускай перепутываются как раз видно всякие перекрестия у пусов у реальных кошек так ну и по этой оси их тоже можно будет как-то разнообразить давайте это как-то вот так повернем это например вот вот сюда как раз добавим вот эти сейчас перекрестия именно в виде сверху так а ты пробовал уже redshift alpha для blender и самый короткий ответ от тебя что скажешь насчет цикл сможет ли он конкурировать с 3d max синька и так далее конечно ну то есть не redshift не пробовал как раз по той причине что cycles устраивает меня целиком полностью вообще то есть идеальный движок для рендера если у вас есть видеокарта с rtx потому что на rtx cycles просто летает как зверь а еще есть адаптивный denoising от той же nvidia которая им ну блендеру дала свой denoiser великолепнейший и как бы настолько все хорошо cycles что даже и нет в мыслях какой-то другой рендер движок использовать как бы зачем если у cycles все прекрасно лоли один hunter привет привет да ртк сейчас прям мочит да то есть ну поначалу это выглядело прям такой маркетинговой штукой но она ей является но тем не менее польза от нее существенная то есть разница в скорости рендера на видеокарте в том же cycles и на процессоре cycles это просто космос когда на видеокарте рендер из cycles это практически реал-тайм ну то есть ну там где-то 15-20 кадров в секунду происходит прям крутишься вокруг своей модели и оно все с красивыми тенями бликами с ссс к и так далее если бы cycles сразу такой в блендере был то в иве наверно даже особой боенадобности не возникло одно иве хорош тоже как бы он какую-то мошен графику в нем прикольно делать да и в целом ну как такая замена марма с эту можно сказать по факту просто более продвинутая за счет того что есть полноценный нодовый редактор до которого в марма сайте очень сильно не хватает ну все-таки можно смотря на красиво от рендерующуюся модели сразу этом что-то подкорректировать в ее сетки в ювишки и так далее марма с это это больше как такой плеер но там шикарная запечка хотелось бы чтоб что-то подобное в блендере тоже появилась так ну все усы вроде бы натуральненькие такие да место что они все еще пену здесь они в целом нормальные а вот хочется чтобы они не шли короче такой метлой чтобы они вернее наоборот шли метлой а не такой вот прямой штукой как-то их попутать что ли ну нормально в принципе нормально так теперь по толщине смотрим ну толстовато усы толстовато я скажу тут они у нас сейчас 3 давайте поставим 2 и если мы нажмем alt перед тем как применить вот эту толщину то у нас значение 2 установится для всех усов а усы это отдельные объекты пока что так ну вот так уже примерно как-то хорошо еще больше растопырить хочется окей сейчас еще раз так еще по пушистее тут может даже знаете с таким вот пропорциональным выделением как то вот так вот это взять так вот вверх пустить какие-то вот сюда вот пустить так 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 жаль дорого кошмар оли hunter not кстати трехтысячная серия она прям ну в сравнении с тем какую она мощность предлагает и за эту цену в общем видеокарты прям весьма недорогие получаются то есть там даже самая бюджетная 3060 она по мощности как 2080 супер да я слышал но только 2080 супер стоит там могу го сколько а 3060 весьма бюджетный вариант ты пробовал профессиональные видеокарты типа квадро и тому подобное нет лоли hunter не пробовал к сожалению я даже не знаю и если в них прям большой смысл когда ты геймдэйлом занимаешься потому что у тебя же по сути нет каких-то таких вычислений сложных для которых эти видеокарты потребуются по факту ты же смотря на интерфейс того же анриела да там на viewport те по факту также проигрывается игра ну просто плюс еще все это в таком не оптимизированном варианте поэтому и я конечно совершенно не против бы их попробовать но там цены действительно уже очень пусачья на них ну и игровой сектор видеокарт он как-то динамичнее развивается за счет того что рынок шире вот и поэтому пожалуй следующая моя видеокарта она тоже будет какой-то игровой значит пока 2070 на данный момент в целом устраивает хотя конечно поглядываю на 30-ую серию она прикольная за свою цену и производительность который нам предлагает вот но в целом нет у меня таких задач чтобы нагрузить видюху на полную она у меня еще вообще в принципе ни разу не нагружалась больше чем на 40 процентов поэтому надо бы дожать все соки из нее как-то сбалансировать вообще сборку компа моего чтобы процессор нормально раскрывал видеокарту до чтобы ресурсы в холостую не использовались ну сразу таким невозможно было сделать так как технологии были несовершенны так я слышал что блендер хочет перейти на новую систему как на кудине то есть большое направление функционал с рандомом свет частиц то есть будет больше настроек но там вроде много плюшек рэйвен да 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 если посмотреть их свежие демки там действительно добавили сейчас геометрические ноды то есть моделинг можно сделать таким же как в кудине по сути да что круто комплексными сценами станет гораздо проще управлять игровики почему полюбили гудине за счет того что можно быстро вносить какие-то правки в сцену тот же far cry 5 его делали в гудине то есть локации собирали и там допустим тебя есть забор в каждым в каждой заборе у тебя вбиты гвозди ты хочешь поменять гвозди взял просто поменял нод до когда ты в гудине если ты в каком-то другом 3d редакторе то тебе нужно обратиться к каждой доске и там переводкнуть мэш гвоздя да это если ты инстанции не использовал так это так для частиц для волос вроде бы тоже у них там ноды зреют но я так полагаю что первыми они релизнут именно геометрические ноды так мистер бангл юра привет банджур банджур дима скопин привет так 30 серии не заказать у них тупо нет у нас в края а их сейчас нигде нет сейчас дефицит вообще что-то на некс ген наступил невозможно плойку купить невозможно иксбокс купить невозможно этих карты купить вообще просто жесть процессор intel или md у меня intel i5 уже давно его пора поменять ну вот пока никак не соберусь откуда шкуру у кота взял нарисовал и запек ну как нарисовал узор там если на прошлые стримы посмотришь что там все это видно красили сначала узор в нескольких масках затем вырастили шерсть причесали и затем и в мармасете запекли вот получилась такая вот шерсть которая способна видоизменяться да то есть здесь можно много чего перекрасить у него такого эффекта как раз хотел добиться чтобы можно было делать параметрических каток с возможностью настройки то есть прям красота получается так стать мне блендер не не целиком виден вам так вот сделаем так надо немножко облегчить сетку усов тут прям если совсем уж оптимизировать то по идее это две три плашки с запеченными на них такими вот полосочками усов да ну я тут не чересчур усердствую с экономией мне тут главное по качественнее все сделать поэтому ну давайте поставим resolution 0 alt зажмем чтобы применилось ко всем и enter так ну вот как то так в целом прикольно нормально нравится так и resolution еще по длине давайте alt зажмем так ну это мало это мало это мало это мало вот так уже в целом нормально можно даже 7 наверное да ну да по ребристости окей в целом хорошо красиво так хорошо давайте объединять их ctrl j а че я говорю давайте скринкасски исключу просто да и все вот так лоли хантер можешь предыдущие стримы посмотреть по коту там прям подробно все ну потому что я это в прямом эфире делаю плюс еще временами туплю поэтому там все прям пошагово можно для себя подчеркнуть единственное что времени много потеряешь можешь подождать сводный видос когда я после всех стримов по коту когда мы его закончим я сделаю такой резюмирующий видос где выжимку главную суть передам видос минут на 15-20 наверное получится но все равно это гораздо полезнее будет чем пересматривать там несколько часов стримов так берем делаем миррор так чтобы origin в серединку поместился контролей локейшен что нет ну окей курсор в центр origin 3d cursor да ладно rotation scale а все нормально повернут был видимо хорошо так я буду рад если у блендера появится много таких фишек главное чтобы это не повлекло не на приятности с вылетами и на оптимизацию но ребята молодцы вроде все пока что хорошо ну какой блендер 2.79 на самом деле был жутко нестабильным причем эта версия дольше всего задержалась на 3 года 3 года мы пользовались версии блендера 2.79 и он мне прям так не нравился 2.78 был прям таким хорошим стабильным и 2.79 он вылетал вот 2.8 они релизнули и он достаточно стабилен был потом 2.81 вообще все идеально ну сейчас блендер 2.91 да 2.91 с ним тоже все хорошо вылетает очень редко так снимировали как наложить текстуру на костюм пиджак штаны там дима скопин да в принципе идея хорошая я только не знаю на каком персонаже это показать потому как ну как наложить на самом деле правильную текстуру на одежду эту одежду просто нужно сделать из выкроек и сшить тогда будет ложиться все идеально я обычно шью одежду в marvels дизайнере у меня кстати есть старые стримы по marvels дизайнеру можешь если прямо сейчас нужно то просто их глянуть вот и тогда скорее всего что на многие вопросы будет ответ слушайте тут мир это не применится я хочу их еще поизменять давайте знаете как сделаем возьмем вот это вот все от 3d курсора за мирорим вот что сделаем вот это уберись так так вот так ничего не покорю не покорюжилось нормально да все хорошо ну и славненько так сейчас можно это отделить отделить это можно для того чтобы вот здесь использовать пропорциональное выделение такое рэндом и немножко это все дело подвигать чуть-чуть вот так в общем целом они тут не идеально симметричными станут но в то же время в то же время они по общей форме более-менее одинаковые тут кстати у меня есть подозрение что у кошек есть такая же фишка как и у людей одно полушарие мозга развито сильнее другое похуже вот а для чего это нужно знать а знать это нужно для того что то как бы асимметрия в теле она как раз таки завязана на ведущем и ведомом полушарии мозга и соответственно там где в той части где мозг преуспел ведущем полушарии там нога чуть подлиннее волосы чуть получше растут там глаз чуть повыше побольше да и так далее это прям не супер большие различия но в нюансиках это отличается и вот в случае с усами у кошки тоже она у нас я полагаю правша кошка да соответственно у нее на правой стороне усы будут чуть-чуть подлиннее и попышнее нежели на левой вот возможно конечно я сейчас бред говорю но мне кажется я недалек от истины что-то мне это подсказывает ну вот чуть-чуть слева усы покороче чем справа хорошо так стримы по каким дням идут у тебя или как в дискорде в сервере дискорд есть расписание стримов но в общем целом стримы сейчас ежедневные просто во все дни они начинаются в 20.00 а во вторник и в четверг они в 22 часа ну бывают какие-то переносы по времени я в дискорде также указываю ой тут куча подписок пролетело ребят спасибо спасибо что подписываетесь так Лоли Хантер спасибо за подписку на твич Мику Файзулин спасибо за подписку на ютуб и Ревен 408RG спасибо за подписку на твич и Хэмк Офф тут вне стрима подписался на ютуб тоже спасибо так у тебя запись стримов или есть нормальные видосы в основном стримы видосы нормальные тоже есть ну там можно отсортировать по длительности посмотреть где как как включить информацию по полигонам вот здесь внизу отображаются а правой кнопкой нажать в 2 блендере 2.9 да это убрали правой кнопкой нажимаешь по этой области можно вывести статистику лоли Хантер ну типа у людей же есть такая штука с полушариями почему-то не может быть у других млекопитающих мышь как бы даже один вид то есть человек вообще ничем не отличается на в биологическом плане от других животных поэтому полагаю что это имеет смысл но асимметрия в любом случае у кошки есть и пускай она будет слева усы будут покороче справа подлиннее окей ведь окей колени в другую сторону вывернуты да нет хотя да да они действительно в другую сторону вывернуты да интересно ну им так удобнее что так и усы сверху вот но они у них получается вот так вот вниз все смотрят ну загнуты именно вниз да хорошо так так ну вот кстати тоже да на правой стене вот эти вот усы на бровях их они гуще что у этого кота до что ну вот здесь тоже можно заметить здесь нельзя заметить хотя вот по крайней мере здесь видно здесь прям вообще не видно так ну котят не считается у них тут принципе ничего не развито еще вот здесь тоже есть раз два три здесь раз два три 4 на одну даже усину больше надо будет почитать потом про мозг у кошек не знаю к чему мне эта информация но она явно полезная так пока можно отделить тогда да втыкаем так вот раз два три четыре усины сюда сдублируем можно одну усину удалить либо сделать его покороче так мне пора бежать не хочется очень приятно смотреть его спасибо подписался на youtube спасибо да буду выходить почаще спасибо большое за ответ хорошего вечера всем парня удачи и тебе тоже удачи равен так эти распушим опять же можно какую-то одну усину взять сделать подлиннее можно примерно вот этот среднюю к так в целом не думаю что здесь прям можно сильно ошибиться хотя вот вижу что верхние усы они более длинные чем нижние да ну да целом правильно получается да вот это усина подлиннее они потоньше еще на самом деле у них усы на бровях кстати даже не уверен что это усами называется возможно я тут какой-нибудь это католог ученый по кошкам сейчас просто бьет себя фейспалмом но я художники я так вижу как бы с одной стороны с другой стороны мне надо лишь правильно изобразить вот это все-таки не пособие для ветеринаров хотя вот я на самом деле люблю приложеньки по анатомии да ну которые как раз для медиков они в основном предназначены для изучения анатомии и там люди такие криповые просто жесть тут возьми любого персонажа из более-менее достойной игры три плейной и там-то анатомия будет более корректная нежели у тех чудищ поэтому тут не все так однозначно так ну в общем целом их и еще стоит вот так вот повернуть я думаю чтобы они сильно вперед так как рога не торчали ну и можно даже подзагнуть наверно от 3d курсора вот куда-то вот сюда ну ладно вот так вот подзагнем их и отодвинем можно даже еще повернуть наверно или просто их пропорционально вот так вот оттащить как пластичная медицинская анатомия отличаются дэн денис ну да я тут не спорю конечно но как бы почему бы не сделать хорошую анатомию там и там это ж не будет плохо ведь или тут может быть с той целью что чтобы более наглядно было возможно пластическая а ну понял ну да все равно не ну конечно если бы пластические хирурги смотрели на вот тех вот стрёмных угловатых людей было бы вообще печально а улицы бы на лю это люди бы на улицах были бы очень страшными может по уродам и правильнее учить резать ну типа не жалко все может быть а как сфинксы без усов живут у меня вот вопрос просто смотрю на сфинкса у него усов нет вообще ладно шерсти нет еще можно понять но усов то усы же кошкам нужны они же по ним там прям ориентируются в пространстве всякие колебания улавливают а тут никак да а он двигается по наите хе-хе-хе-хе была не была да хе-хе-хе а вот поменьше сделать вполне можно а то вдруг будет кошка левша в игре даже очень важно левша кошка или правша все ауса нету придется добавлять и будет код устрофа каламбурчики подвезли патч первого дня а кстати же по моему в одном из фоллаутов как раз был патч который переворачивал туалетную бумагу в туалетах типа игроки возмутились тем что рулон повешен как бы свободным концом не наружу а внутрь и кого-то это прям вообще задело сильно и они это поменяли по моему 76 фоллауте могу ошибаться но вроде там ну здесь будет патч первого дня да мы добавили кошкам кошкам левшам дополнительный ус на бровь так по толщине давайте чуть-чуть потоньше сделаем это абсолютно никто не заметит но также будет жить спокойнее не два миллиметра а 18 так вообще на самом деле можно такой чуть-чуть расширить и здесь чуть-чуть в один и один раз в один и два раза в один и три раза вроде бы не бревна вроде нормально да красота корни кошка королева красоты хорошо так по идее у сплайнов должна быть ювишка давайте сейчас конвертнем в mesh control j смотрим ну да вот она ювишка хорошо предлагаю ее упаковать можно конечно оверлапы здесь делать но мало ли чо ну да вот так как у каждого у со свой квадратик пожалуйста таки можно присоединить это вот к вот этой вот системе с аксессуарами для кота виде когтей зубов глаз так присоединяем и их нужно впихать вот уже в существующую и ве развертку ну прям много пикселей им не нужно усам на ладно да нибудь но здесь как раз пустое пространство у нас это хорошо как оказалось так вот и сюда вот прям и впихаем аккурат чуть-чуть чуть-чуть неприятно влезает ладно можно уменьшить часть усов будет менее хай резная чем другая часть усов так и вот этих парней еще надо куда-то воткнуть тут конечно тут прям все забито давайте делать грехи чё делать так вот один уст тут один устам как бы свой чужих среди чужих чужой среди своих и и и и и и и и иди иди вот сюда но вот и великолепно же да нормально в целом все шикарно менее хорезные усы на сторону маленького полушария да это было бы правильно юра я не затаскивал в кабинку она просто является черным фоном ну просто я решил что контровой свет сзади меня это прикольно поэтому да вот так так ну чё 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 в целом это можно тащить в pointer нет это нельзя тащить в pointer пока вот здесь есть дырка кстати давайте да проверь проверим на дырке все ли тут ок тут вообще странная история а ну это наверное язык это язык да ну пускай он из горла не вываливается а то это не очень наверное приятно ну да в целом все круто одна дырка была так сейчас что предлагаю сделать предлагаем открыть собственно дизайнер там доделать глаза просто это уже начинали момент делали на одном из прошлых стримов Процедурный материал для глаза кошки Вот он тут не совсем доделанный Как раз этим можно сейчас будет заняться И тогда уже притащить Вот эту вот всю штуку Видеоусов когтей глаз В Painter И там положить Дизайнеровский материал глаза Ну остальное можно так руками покрасить Там ничего мудреного нет Так Что я хотел сделать с ним Референсом были глаза вот этого кота Так, ну для начала Вот этот вот ободок Что это такое непонятно, но не важно Это акустический поролон Эйсон Не, я бы не против Если бы у меня такие плитки были стильной ванной Мягонькие еще причем Сохнуть бы Очень долго Сохли Так, ну вот Не хватает такой вот Кривизны разнообразной Давайте прям Вот так вот его куда-нибудь Разместим Так, вот этот ободок был здесь Он был здесь Так, вот, да Вот этот Directional Warp Можно Scale Побольше сделать Получается, да Чтобы он был Поразнообразнее Вот единственное, что меня напрягает Вот эти вот Появляющиеся Кружочки Да, они тут не совсем Кстати Ну, если вот так Аккуратненько То в целом Да, получается хорошо А зачем процедурная текстура Для анимирования? Да нет Ну, во-первых Надо текстуру в принципе Где-то взять, да Морочиться с фотками Это такое себе занятие Вот, ну И плюс Эту процедурную текстуру Можно же также Оформить в виде Четырех масок Одного изображения, да И сделать такую же штуку Как с шерстью То есть можно настраивать Детально Цвет глаза Вот сейчас я, наверное Этим заморачиваться не буду Но на будущее Подумаю Так Подскажи Ctrl-L в шейдинге Не добавляют ноды Нужно В преференцах Включить Напомни Ctrl-L в шейдинге Не добавляют ноды Ctrl-L Это же Линковка Вообще Ну в блендере Если Даже интересно Стало Что Что может делать Ctrl-L Вот здесь Вот Ctrl-L Да в принципе Ничего она не делает Не знаю Демоскопин Тут это Хорошо будет Если как-то уточнишь Потому что Ctrl-L Это линковка В блендере Я даже Вот эти вот Искривления Добавлю Сюда же Где На референце Так И Еще Хочется Вот эти вот Границы Как-то Поджарить Тут они у меня Почему-то через Блюр пропускаются Ну-ка Если его убрать Ну в целом Как сказать Типа лучше А типа нет Давайте их Histogram Scan Позовем Histogram Scan Приходи И поджарим Его С легонца Вот так вот Position Где-то здесь Контраст Где-то здесь Как раз За счет Position Можно Регулировать Толщину Этого всего Дела С шифтом Зажимаем Чтобы все Все остальные Провода Переподключить Так Ну вот сейчас Нарисовано Получается Тут можно Поиграть С контрастом Ну и цвет Еще надо будет Поменять Потому что Он сейчас Какой-то Странный Ну 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 в целом По толщине Ок Да Давайте сейчас Просто Что-то с цветом Сделаем Цвет Я так полагаю Вот этот Да Да Вот этот Ну Да В принципе Я практически Угадал Можно Ну вот Примерно Таким Так И вот еще Не хватает Такого Вот Желтого Обода Плавного Такого Градиента Вообще По идее Добавляли его Даже вот он У нас Находится То есть Что он делает Было так Стало так Было так Добавили вот это Пожелтее Да И стало так Угу Так Ну тогда Я пожалуй Вот эту вот Желтую часть Я бы ее возможно Подразмазал С помощью Блюра Blur HQ Не такой Жесткий Ну да Наверное Как-то так Да И Здесь Саму Хьюшку Надо Ближе К красному Оттенку Но не настолько Ну вот Как-то так Возможно Немножко Перебор Но это дело Можно Прям в самом Конце Будет Тоже HSL И сместить Его обратно Уже все Все целиком В Позеленее Оттенок Совсем На чуть-чуть 0.51 Получается Да Или 0.515 Так Во Да Примерно так Но не сказать Что это Хорошо Если Так Ладно Здесь Прям Красное Здесь Прям Красное Это Не Очень Хорошо Хорошо Вот так Наверное Пока Оставим Да Хорошо Окей Intensity Intensity Тут Сильно Не терять Надо Детали Вот эти Они В принципе Прикольные Вот Пусть 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 В такие Пятна Превратятся Да Так Даже Интереснее Получится Так Забыл Блин Добавляю Три Три Нода Иначе Текстуры Маппинг И Текстурные А Not Wrangler Имеешь Ввиду То есть У тебя Вот Есть Текстура В Блендере Да Вот И Not Wrangler Он Тут Add Texture Setup Вот Да Есть Так Так И Вот Сам Рельеф Сам Рельеф Вот Этот Он Тоже Жесткий Я бы его хотел Размазать А Размазать Я его могу Где Где-то Вот Здесь То есть Получается У нас Вот Эта Штука Подается Сюда И Вот Такая Маска У нас Есть Давайте Возьмем Бленд Возьмем Вот Эту Маску Воткнем Как Фактор Одну Воткнем Сюда Вторую Пропустим Тоже Через Блюр Блюр Грейскейл Получим Вот Такую Вот Штуковину Приятненько Во Хорошо Так А Прям Благодатно Сейчас Можно Подрегулировать Немножечко Ну Это Ни о чем А вот Так Приятно Давайте Полтора Вот так Хорошо Так И Сам Зрачок Сам Зрачок Он Прям Таким Неестественным Сейчас Выглядит Здесь Кстати Где Побольше Да Вот Личный Референс То есть Он Скругляется Иначе Скругляется Он Иначе А взять Вот эту Вот Саму Форму Можно Отсюда Так Давайте Я даже Ее Вот так Вот Пока что Продублируем Здесь По идее Есть Нужная Форма Не помню Как она Называется Это Это Диск Это Не Парболоид Бел Да Вроде Не Бел Какой-то Такой Был На Лысоте Ричт Бел Возможно Капсула Ну Капсула Нет Не Подойдет Бонус Нет Полусфера Нет Давайте Ричт Бел Наверное Да Вот Какой-то Он Такой Вот А что С ним Можно Сделать Его Можно Пропустить Через Блюр Немножечко Его Надо Трансформировать С легонца Прямо Через Такой Легонький Блюр И Через Хистограм Хистограм Скэн Так Вот Позишн И Вот Так Вот Контраст Получается Такая Штуковина Но Это Много Блюра Так Во Хорошо Кажется Ну Практически Вот Блюр Вообще Не Нужен Получается Ну Окей Так И Если По Х Уменьшаем Размер То В целом Получше Но Вот Еще Больше Какого-то Споса Что ли Хочется Ну-ка Давайте Еще Посмотрим Уже Через Хистограм Пропущенное Так Ну Это Точно Нет Это Нет Это Нет Это Нет Это Нет Неохота СВГшку Рисовать Просто Какой-то Это Уж Совсем Непроцедурный Подход Поэтому Так В целом Он конечно Лучше Чем Вот Это Ну И края Как бы У него Резкие Такие Они Кстати Чересчур Резкие Их Можно Все-таки Чуть-чуть Блюрануть Либо Блюрануть Либо Даже Знаете Сделать Не Блюра Бэвол Попробуем Бэвол Точнее Бэвол Делает Хорошо Тоже Нам Ой Да Кстати Интересно Когда я вот так Двигаю ползунки У меня звук Подлагивает Если Подлагивает То Сорян Это Явление Временное Оно Проходит Так Вот так Сюда Втыкаем Да Лучше Определенно Лучше Осталось Только Отскелить Глас Глас Зачетный Да Слушайте Можно Даже Будет Потом Это Процедурно Видо Изменять И Форма У зрачка Будет Прям Та Что Нужна Так Мы По пропорциям Как-то Так Можно Даже Чуть Чуть Более Расширенным Сделать Сам Зрачок Да Нежели Он Изначально Был Ну Пускай Оно Будет Каким-то Так Так Ну И Еще Надо Глянуть Что Есть Есть Такой Вот Прикольный Момент У этого Кота У него Здесь Видите Прям Ярко Зеленым Оформлено Вкруг Зрачка Вот Здесь Я Такой Вроде Бо Уже Делал И Надо Лишь Дотюнить Цвет По-моему Так Нет Здесь Он Все Еще Есть Здесь Есть Так А Здесь Ага На этом Этапе Добавляется Что Ли Да Здесь 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 Понятно Ну В целом Пока Ладно Наверное Окей Пока Ладно Если Что Можно Будет Вернуться Так Вот Эти Отпуты В целом Да Не Нужны Так Ладненько Это Конечно Штука Вокруг Толстая 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 Сейчас Она Смотрится Прям Толсто Ее Можно Сейчас Уменьшить С помощью Курвы Такая Вот Пусть Она Будет Ненавязчивая Ну Типа Такой Можно Ее Сделать Немножечко Понаряднее Поярче Где Она Вот Здесь Вот Здесь Да Чуть Чуть Вэлью Ей Поднять Ну Пока Так Пока Так Пускай Все Сохраняемся Заодно Можно Вот так Взять Опубликовать SBSR Вот сюда В кота Кэт А А СБСР Вот сюда Да Сохраняем СБСР Я публикую Для того Чтобы Можно было Использовать Его В Сабстанц Пейнтере Так Все Окей Так Немножко Почитаю Чатик Так Прога Блинк Блэк Инк Никак В геймдев Не фигурирует Дэн Денис Ну Честно Говоря Первый раз Слышу А можешь Кратко Объяснить Что это такое Может быть Она мне нужна Так Погнали в Пейнтер Сейчас момент Я его Запущу Там тоже Ну да А что они делают Ну в целом Программа Она ориентирована На что На моделирование Текстурирование Композитинг Так Пейнтер Запустился Здесь Я выбрал New Project Здесь Можно Прямо Сейчас Изолированно Экспортнуть Только Вот эти Вот Усы Глаза И так далее Так Вот здесь Надо не забыть Добавить Такой Вот это Черный Переход Да В принципе Даже если он будет Такого Кожаного цвета В принципе Тоже неплохо Так Берем Файл Экспорт OBJ Да OBJ Применим Тупо Всякое Разное Protection Scale Так И Wave Фонд OBJ И Cat Аксессуары По-моему 2C Или Одна По-моему Одна Аксессуары Текст Selection Only Выбрано Выбрано Экспортируем Да Экспортируем Хорошо Берем Открываем Так 2К Да Нормально DirectX Тоже нормально Unreal Engine 4 Template Все Окей Здесь Хайпольки Нету Можно было бы Сделать Можно не делать В целом Тут Сейчас Только Покраска Важна Если что Можно будет Потом Отдельно Запечь Воткнуть Так Берем Sbsr Вот это Надо удалить Sbsr Надо взять Sbsr Где Ты Лежишь В текстурах Так Вот он Sbsr Кстати Рекомендую Кто не пользуется Поставить Substance Player Такая Быстро Запускаемая Программа Которая Позволяет Просматривать Sbsr Файлы Так Это у нас Получается Это уже у нас Такой Base Material Хотя Можно в текстуру Запихнуть А можно Процедурал На самом деле Не важно Только Для текущей Сессии Так Кладем 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 Заполняющий Слой Получается Заполняющий Слой В Base Color Так Маппинг У нас Будет По UV Да Он По UV Да Он По UV Так Ну Собственно Подгоняем Нормально Так Ну Хотя Б Один Глаз Какой Это у нас Получается Левый Глаз Под концепт Арт Ну Кстати Надо Посмотреть Посмотреть Вдруг Пригодится Концепт Артеры В основном В фотошопе Работают Потому что Концепт Арт Он чаще всего Представляет из себя Различные Фотоманипуляции То есть Натягал Картинок Со стоков Или даже Из гугла И Просто Их там Всячески Модифицируешь Подгоняешь Как бы В работе Концепт Артиста Самое важное Это скорость Поэтому Уж где он там Возьмет Эти картинки Это не так важно Ну За тем Исключением Если это Потом будет Продаваться В виде Артбука Тогда Там уже Нажно будет Заморочиться На тем Чтобы Нельзя было Прикопаться По Правам А так Главное Быстренько Набросать Идею Чтобы В команде Поняли Чего Этот чувак Вообще Хочет И как бы Все Ну Вот Это Это у нас I Left Теперь Дублируем Этот пока Скроем И I Right Пока Глаза Одинаковые Но UV У них Не Оверлапятся У глаз У глаз О боже Ужас Поэтому Если нужен Будет Код С гетерохромией То Вообще Welcome Например Такой Да Можно будет Организовать UV Позволяет Вот А Когти Зубы Они Оверлапнутые Потому что Если вдруг Нужно будет Сделать Кошке Один зуб Гнилой А другой Не гнилой То Это Просто Потом Можно Будет Как-то Иначе Сделать Там Декалью Вертексной Маской И так далее В целом Тут важно Лишь Определиться С Тем Насколько Сильно Захочется Заморачиваться Так Добавляем Обоим Глазам Black Mask И этому Black Mask И этому Black Mask И собственно Рисуем Белым Там Где хотим Видеть Глаз Глаз Хотим Видеть Левый Там Вот это У нас Кстати Правый Глаз А Right Так Правый Глаз Хотим Видеть Вот Здесь Ну Тут Можно Будет Границу Подразмыть В целом Неплохо Что Здесь Такой Темненький Орел Вокруг Образуется Даже Аккуратно Пока Не буду Делать Так И I Левт Вот Так Нормально А Денис Да Вакум Планшет Вакум Ну Старенький У меня Интуоз Четвертый Но Работает Восхитительно Прям Все с ним Хорошо Он Он У меня Еще Как бы Часто Является Подносом Для Еды Ну Скажем Так Обеденным Столом И Естественно Это Привело К тому Что Я Проливал Просыпал На него Очень Много Чего Самое Удивительное Что Это Никак Не Сказалось На Его Работе А Однажды Я Проливал Прям Полную Кружку Чая На Него И На Перо Перо Плавало Прям Это В луже Чая И Оно Где-то Неделю Не работало Я его Разобрал Прям Так Это Разложил На тряпочку Оно Сохло 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 В течение Недели Я каждый День Им Тыкал 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 Думал Все Придется Покупать Новую А нет Потом Оно Как-то Взяло Реабилитировалось И Работает Так же Хорошо Как и Прежде Так Сейчас Надо Сохранить Куда-нибудь Файлик А Так Да В принципе В кате Пусть и Будет Так Кэт Асессуарис Странно Называть Конечно Глаза Усы Когти Аксессуарами Но Почему Нет Что Из его Фишек Использую Что Нет Бамбу Наклон Быстрые Клавиши Еще Что Да У меня Кстати Был Бамбу Использую Постоянно Что Наклон Пера Кстати Не знаю Я его Особо Не могу Ощутить Но Полагаю Что Это Такая Фишка Ради Фишки Вот А Сенсорное Кольцо Вот Это Вот И Кнопки Используются Прям Очень Постоянно И Всегда Поэтому Если Присматриваешь Себ Планшет Я Прям Буду Рекомендовать Тебе Смотреть Планшет С Всякими Сенсорными Полосками Кольцами И кнопками Потому Что Ну Они Прям Постоянно Используются Иначе Придется Тянуться Клавиатуре А это Уже Неудобно Так Ты можешь Планшет Вообще Себе На коленке Поставить Да Там Где Ни Уседться В кресле Подальше От Компа И Совершенно Прекрасно Рисовать На Расслабончике Так Давайте Раз уж Начали Красить Глаза Сделаем Подложки Для Них Можно Как Сделать Так Вот Ctrl G Сгруппировать Это Назвать Это I Left Да Вот Это Назвать I Right Так Подложка Здесь Мы хотим Красить Только Цвет А Хотя Может быть Даже Нормальки Знаете Вернее Не нормальки А Хейт Нормальми В пейнтере Как-то Особо Адекватно Не покрасишь А Хейт Преобразуется При экспорте В нормаль И поэтому С хейтом Все понятно Так Ну вообще Глазное яблоко Оно Не идеально Белое Оно Имеет Оттенок Радужки Поэтому Если у нас Радужка Зеленая То соответственно Глазное яблоко Тоже Имеет Такой Легкий Зеленоватый Оттеночек Вот Ну естественно Оно Менее Насыщенное И более Светло Может Чуть-чуть Позеленее Его сделать Вот так Примерно Это Реальное Изюм Такой Прям Хорошо Так Не Ну Это пусть Будет Может Размазать Его Немножко Давайте Фильтр Сюда Добавим Фильтр Для Хейта И Блюр Блюрчик Вот Такой Вот Тогда Сам Хейт Можно Поскейлить Немножко Помельче Сделать Его Да Ну давайте Вот здесь На двойку А Блюр Соответственно Можно Послабее Сделать Примерно Такой Ну и Вообще В целом Интенсивность Хейта Конечно Нужно Уменьшить Ну Даже Не знаю Какой Такой Едва Заметный Давайте На 10 Пусть Будет Красивое Число Хорошо Так Вот Здесь Где Сама Радужка Вот На референсе Здесь Конечно Идеально Гладко Но Возможно Это Фотошоп И такое Можно Увидеть Только В горах Краснодарского Края Я не знаю Давайте Пока Здесь Черную Маску Добавим На Вот Эту Пупырчатость Ребристость Даже Не Черную Маску Да Или Черную Маску Даже Не знаю Кстати Вообще Можно Вынести Из Левого Глаза Раз Такие Дела Пусть Это Будет Общее Если Это Общее Тогда Добавляем Сюда Белую Маску Ну Да В целом Они Наверное Тут Не будут Сильно Отличаться Друг От Друга Так И Помажем Вот Здесь Чернотой Помажем Можно Здесь Переключиться На Слой Смазкой Чтобы Видеть Где Что Мажется Вот И На Другом Глазе То же Самое Так И Размазать Это Можно Пальцем Либо Тут Есть Как бы Такой Модифицированный Палец Который Скорее Блюр Чем Палец Так Пусть Будет Плавный Переход Тоже Немножечко Он Все Сдвигает Конечно Надо Flow Уменьшить Получается Так И Вот Этот Глаз Тоже Подразмазываем Границу Для Ребристости Пупырчатости Ну вот Хорошо Так Material А Мышью Дэн Денис Ну Пользуюсь Да При моделинге Ну И Вообще Это Браузером Там Всем остальным Ну То есть Компом Я пользуюсь Мышью И Тем Что Не связано С Рисованием И Скульптингом Я тоже Мышью Потому что Моделить Конечно С помощью Планшета Можно Но Это Что-то Как-то Не очень Удобно Может быть Если бы Я пользовался Мышью Левой рукой Тогда Мне было бы Как-то Проще Это все Вот Вот Хоть Я Левша Но Мышку Я использую Правой Рукой И Поэтому Те клавиши Которые В блендере Да Используются Там Типа Перемещение На G Поворот На R Команды Здесь Что-то Красоту То-бишь Цвет Ну Пускай Такой Пока Что Потом Скорее Сего Прозрачнее Надо Будет Сделать Далее Маска Черная Маска Черная Тут Кстати Есть Кисточка Прям Такая Физическая Которая Позволяет Красти Вены Не особо И пользовался Но Никогда Не поздно Начать Это Вейнс Такие Это Вейнс Смол Наверное Смол Нужны Так Ну Шо Погнали Так Только Это Нигде Не для Кисти Выбрал А Для Пальца Для Пальца Нам Такое Не Требуется Так Как Черешненько Хе-хе-хе Надо Настроить Так Лайм Ув Бла-бла-бла Понятно Спаун Спит Я понял А Это Турбулентность Вот Ее Как раз Можно Убрать Да Они Поровнее Будут Ну-ка Но Они Какие-то Совсем Упор Это Честно Я Сейчас С этим Побалуюсь И потом Наверное Потом Просто Руками Подчеркаю Эти Капилляры И все Все Ха-хе-хе Попробуем Попробуем Ёлки-палки Какая Красивая Такая Красивая И такая Бесполезная Класс Ох Рукакод Это топ Конечно Ну Кстати Чем не Вена Да Ничем не Вена Все Окей Я понял Я наигрался Все Большое Спасибо Пользоваться Я этим Не Буду Так Так Вернись Берем Кисть Здорового Человека Например Такую Но Не очень Она Здоровая Есть Что-то Поздоровее Кисть Здорового Человека Как Как же Ты Выглядишь Возможно Ты Выглядишь Как Рисовая Кисть Ну Ты Странна Конечно Но Но Весьма Забавно Если Тебя Поставить Чувствительный К нажиму То Ты Будешь Еще Более Странный Понятно Че Поменялось Интересно Ничего Не Поменялось О А вот Это Мне Нравится Слушайте Вот Это Прям Жир Хорошо Да Прикольно Странно Конечно Тоже Но Прикольно Она Типа Так Это Гранью Только Своей Царапает Ну Сейчас Тут Просто Всяких Переплетений Можно Добавить Вот Потом Выборочно Размыть Тем Самым Сымитировав Что Капилляры Они Не Только На Поверхности Да Они Немножко Уходят Вглубь Вот Топ Приколдесы Будут Так Ну И Что-то Иное Можно Нарисовать Вот Здесь Обычно Капилляров Побольше В районе Этой Радужки Поменьше На Остальной Площади Глазного Яблока Но Только Здесь С задней Стороны Там Прям Совсем Красным Красно Но Эта Часть Нас Не Интересует Потому Что И Как Думаешь В виде Упражнения Возможно Сабстан Сделать Концепт Арт Несколькими Слоями Ну Это Будет Странно Конечно Но На Сам Деле Ты Можешь Сюда Импортировать Плоскость Да И На Ней Рисовать В принципе Так Можно Сделать Будет Ли Это Прям Удобно Да Да В целом Чоп Нет Достаточно Удобно Ну Как Б В Специализированной Программе Как-то Удобнее Painstorm Прекрасная Программа Есть Procreate Это Вообще Просто Лучшая Программа Для Рисования Но К сожалению Доступна Только На Айпедах Если Есть Айпед То Просто Что Рассказывать Скорее Всего Она У Есть Если Нет То Очень Рекомендую Лучшую Программу Чем Procreate Для Рисования Я не Видел В принципе Ни на Какой Другой Платформе Ни на ПК Ни на Маке Ни на Андроиде Ну На Айфоне Она И на Айпеде Есть Да На Айфоне Непонятно Для чего Она Существует Потому Что Экран Как Б Маленький Не Позволяет Вот А на Айпеде Рисовать Просто Становится Очень Приятно В этой Программе Так Ты меня Сильно Тут Все Растушевываешь Неприятно Так Строк Опасити Строк Опасити Но Это Ни О чем Так Если Один А Крита Кстати Да Крита Дэн Денис Она Она Крутая Вот На ПК Прям Я в Крите Рисую Тоже В Крите Еще Есть Фишка Рисования Тайловых Текстур А Собственно Через Эту Фишку С Критой Познакомился Крита Топ Критой пятерку что и шестерку даже поставить он нормально так сейчас вот так вот прям местами выборочных растушевываю просто капилляр это они же не только на поверхности находится а также пронизывают город глазное яблоко вот и соответственно те части капилляров которые уходят вглубь они становятся более размытыми ты как раз таким вот методом частичного размытия эффект можно передать сетку скроем она немножечко мешает можно сделать покраснее кстати что они такие ненарядные то кстати даже по естественнее стало с таким цветом и 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 была игрой к прям вот один в один да я думаю наверное у всех так тут дело в том что первой неделе две-три нужно при себя прям позаставлять пользоваться планшетом убери прям мышку наверно вообще отключи от компа и пользуйся планшетом даже для того чтобы там youtube чик смотреть там скроллить страницы к не к нему нужно привыкать это действительно так но когда ты к нему привыкнешь ты не будешь себе представлять вообще существование без планшета то есть реально вот в компе самое что дорогое для меня это планшет там сломается монитор упадет кирпич на системник пофигу но если что-то с планшетом случится меня прям вообще будет депрессия потому что планшет он меня кормит уже очень много лет без него я бы мало чего добился ну сейчас конечно полегче с этим стало потому что раньше в основном был только ваком производил отличные планшеты и джиниус был который производил отвратительные планшеты тут выбор был небольшой сейчас очень много китайских фирм делают прекрасные планшеты которые гораздо дешевле чем ваком и в целом не хуже чем ваком ваком стал знаете таким айфоном в мире планшетов он как бы все еще хорош но есть альтернативы как бы за меньший прайс так все глаза есть капилляры видны едва едва собственно этого я и добивался теперь и че можно подкорректировать границу вот этих вот глаз в целом их можно вытащить даже из папки я что-то думал что будут для каждого глаза отдельно делать свои вены отдельно делать свои глазные яблоки а потом подумал что зачем это надо в общем это не надо все общее у меня тут коммунизм в слоях происходит для цифрового художника этот цвет глаз более естественным кажется ну да так полгода занимаюсь 3d 1 заработок полторы тысячи вот думаю уже небольшое портфолио свое заливает на стоке продаваться и грибы когда если хочешь дальше развиваться как художник как 3d художник как даже просто обычный художник то портфолио это первое о чем стоит задуматься портфолио это твой пропуск в мир в мир денег ну работодатели смотрят на портфолио в первую очередь до что она из себя представляет если портфолио как бы ну продает тебя в лучшем смысле этого слова на рынке труда как бы неважно да где ты учился не 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 важно какие регалии были важно что у тебя по итогу лежит в портфолио ну и и и и и вот должен сказать что неудобно substance painter им пользоваться на одном экране я то вынужден это делать потому что я сейчас его стримлю обычно я все вот эти панели убираю на второй экран и здесь у меня чистенькое рабочее пространство динденис 82 стоки никогда не сдуется как бы в чем смысл индустрии стоки наоборот только развивается потому что количество контента растет и как бы количество свободного времени у людей не увеличивается красиво делать нужно и поэтому люди часто побегают к покупке изображений к покупке музыки есть музыки и вернее стоки для музыки в том числе в том числе футажи для видео также покупаются ну прикинь как бы ты допустим какое-то рекламное агентство да у тебя там по сотне заказов в неделю тебе их нужно все оперативно быстро сделать при этом заказы такие ну мелкие достаточно там не высоко бюджетные и тебе постоянно нужно брать где-то улыбающихся людей постоянно нужно там какие-то предметы вставлять в изображение которые ты делаешь там да допустим рекламные баннеры где их брать самому фотографировать ну это долго это дорого постоянно искать какие-то новые места для съемок нужно как бы зачем если требуется например улыбающаяся женщина там определенной расы допустим в определенном окружении да и велика вероятность что ты вообще в принципе не сможешь такое изображение снять вот а так зашел на сток купил что тебе нужно и довольный в условиях когда медиа контент он имеет прям такую конверную структуру когда нужно красиво и много и регулярно стоки они прям выручают я ими не пользуюсь потому что у меня в принципе такой потребности нет ну для своего проекта как минимум точно да и в принципе на работе у меня тоже там как бы не возникает необходимость но я понимаю тех людей которые занимаются производством визуального какого-то контента на поток дэнди не с ней у меня не близнецы монитора у меня как бы на самом деле у меня телевизор вот в него я смотрю я всегда использую телевизоры как основные мониторы вот потому что они большие вот то бишь получается основной монитор телевизор на 43 дюйма и второй уже монитор монитор вот он тут на 25 что ли наверно примерно так когда возьму сонку надеюсь я до нового года это сделаю вроде там 20 числа должны быть поставки вот после playstation думаю взять нормальный телевизор побольше дюймов на 50 55 вот там с hdr-ом с 4k и со всеми приколами они сейчас дешевые дешевые удивительно вот прям как со временем все дешевее даже не смотря на то что рубль постоянно падает можно за 15 тысяч взять 4k телевизора но я не буду конечно такое брать но сам факт за 15 тысяч можно купить 4k телек жесть когда в прошлый раз я выбирал себе телевизор я взял full hd ну просто потому что 4k телеки они от 50 тысяч стоили и как бы это самая минимальная цена за самый прям простенький такой 4k телек сейчас все поставлено на поток и поэтому есть такие дешевые варианты не 4k дэнди низ у меня full hd я вообще не страдаю я сижу вот от него вот ну сантиметров сорок до него ну типа вижу я пиксели чуть-чуть и и чё ну есть они меня это не парит на самом деле никак и это да можно подумать что вот посидишь за 4k и тебе не захочется возвращаться на full hd ну как бы на работе у меня macbook вот там разрешение гораздо выше там вообще пикселей тупо не видно ну не знаю я как-то так чередую менять не напрягают ну понятное дело что если уж брать телек то 4k как бы смысл уж full hd в любом случае это уходящий формат пусть он очень долго продержался да на рынке дольше всех наверное ну потому что в целом устраивает если сидеть вообще на отдалении от него только особо разница то есть 4k не заметишь но случае когда это является монитором то конечно да разница видна но эта разница она не парит есть и есть так ну сдается мне что глаза наверно должны быть потемнее но и вот сейчас так чуть-чуть затемним потом если что вернемся вот сейчас надо быстренько докрасить рот зубы когти и в принципе на этом стрим можно будет завершить а то опять затягивается стремится у нас так чё чё нарисуем зубы или рот давайте рот маз так по цвету ну какой то такой красноватый те наверное даже бледно-красный да потому что у кошек он не настолько насыщенно яркий как у людей окей хорошо так по моему вот этот UV остров я специально к знакомому приехал чтобы системник с блендером подключить к 48 4к прифигел от комфортности прямо следующий апгрейд ну да да приятнее конечно тут как бы не получится отрицать что 4к приятнее чем в Full HD но в то же время Full HD ну не вызывает прям какого-то дискомфорта скажем так даже вот 720 не возникает не вызывает дискомфорта вот 480 например да вызывает дискомфорт и все что ниже вот HD и Full HD достаточно удачные разрешение формата для мониторов телевизоров тихо привет барабанами сзади фон полигональный да есть такое дело хиха хиха хаха так яjar покрасил это кистью и мне тут задели зубы это же вообще нехорошо да это вообще нехорошо тогда тогда знаете как можно можно же красить прям вот так вот прям тупо по полигончикам вот так вот и тогда у нас ничего не должно задеться но если вы делаете контент full hd то лучше использовать монитор full hd ну да full hd на 4k выглядит хуже чем full hd на full hd есть такое дело а 4k выглядит лучше на full hd чем full hd на full hd особенно когда это касается видео там типа эффект такой что ли избыточная выборка называется или как-то так когда 4 пикселя в один в пиксели так втыкаются этот пиксель становится сочным так язык 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 вот он тоже его можно покрасить в цвет рта пока что потом еще пупырки надо сделать ну короче в любом случае на этом стриме не успеваем нифига вот но как бы на меточки сделаем почему бы и нет так и еще усы и все остальное я не помню как усы ама мастер что хотя наверно другие усы неважно вроде через о пишется усы у нас какие у них тут кстати на самом деле пару слоев должно быть первый и второй получается основания такие черноватенькие да вот а потом они такие у нас у них вернее и у нас тоже светловатенькие на есть они чуть-чуть черные а здесь чуть-чуть не черные ясненько сетку она так включится когда я буду по полигонам заливать и и и и давайте вот так вот не черные а пусть и работ может быть black mask и вот так вот это прям полигоны сюда заполняем красота можно кстати это потом кисточкой ладно так вот тут местами можно кисточкой поляпать белый же белый до красишь а украсишь хорошо такие типа пятнышки какие-то они же как бы не неравномерные по окраске есть всякие у них такие несовершенства интересные усы тоже не оверлапятся поэтому тут будет нарядно прям некс генненько какая красота то можно вот этой маски добавить фильтр размытия чтобы они вот здесь вот у этой границы были не такие прям четкие они конечно мыльные потому что здесь пришлось их уменьшить чтоб на ювишку впихнуть поэтому они и так уже не четки но надо еще менее четкими сделать тогда будет казаться что так и задумано во красотища неописуемая так но это получается это черненькие до ясно я понял вот этот слой пускай будет чуть-чуть желтоватому хочется сделать таким вот каким-то хакнутым немножечко поменьше сатуры побольше вылью еще поменьше то есть прям не идеально белый то идеально белый цвет это не особо естественный цвет скажем так black mask и и и заливаем так вот вот это и вот это красиво ли конечно же красиво и кстати вот эти вот черные вернее не серые но тем не менее можно тоже немножечко цвет нить сделать их какими-то пожелтее такими вот тоже паха кисти вот как то так сатуры тоже поменьше то есть она типа серая но на самом деле не очень то она и серая вот так так ну и такую же штуку надо провернуть с зубами и с когтями зубы зубы как то хочется покрасить по хорошему да я ж конечно на материал это все не разделял ну конечно же не разделял не царское дело разделять это все так а как к зубам пробраться тут же сетку нельзя хайдить нельзя хайдить так а ну в принципе все ясно сейчас можно зубы красить не особо переживая за рот потому что потом это можно вот этой поле поле закраской открасить получается так так зубы все ближе к цвету хаки нулик а это цвет хаки в общем цвет органики конечно же зубы не белые у нее естественно тис тис 1 и тис 2 вот тис 1 пусть будет по 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 да по коричневее а тис 2 так уж и быть пусть будет побелее посветлее понаряднее но не настолько вот как то так и как то как то вот так так и в таком случае получается что вот так тис 1 добавляем черную маску и красим только зубы но тут зацепится рот но сейчас мы его открасим так вот этим поле поле краска так вот сюда так все зубы попали все зубы попали вот а вот здесь вот так вот здесь наоборот x нажимаем чтобы инвертировать и вот так вот открашиваем рот вот так вот ну вот нарядно так теперь еще берем тис 2 в целом здесь уже видно какие островки представляют из себя зубы не можно было бы конечно ювишку упаковать аккуратно и тогда было бы вообще видно но зачем в данном случае я преследовал компактность скажи свое мнение environment artist софтовый пайплайн из тех что видел какой я так подозреваю блендера пока там нет ну в environment в environment артистах очень в части гудини у environment артистов да потому что локации там собирать очень хорошо и замечательно ну в начале стрима как раз говорили об этом можно вносить правки очень быстро потому что процедурно все модели вот если ты делаешь какие-то пропсы да то есть по сути это тоже в можно отнести к environment арту то как бы делай где тебе удобно никто слова не скажет удобно в блендере делай в блендере пожалуйста welcome вот если ты собираешь локацию то чаще всего ты собираешь непосредственно в движке вот либо же в гудини да вот тут как бы особо и майка не в части и 3ds max не в части тут в гудини в части во всех остальных случаях в движке вот ну в целом когда в блендере геометрические ноды дойдут до уровня гудини то вполне возможно что и блендер включится в эту всю движуху вот а если говорить про пайплайн ну обычно концепт арт рисуется да сначала обсуждается с командой ну обсуждение с командой опустим из пайплайна хотя это важная часть пайплайн концепт арт рисуется затем делается как называется то грейбокс прикидка такая происходит по грейбоксам то есть ну грейбокс так собственно переводится серый ящик серый кубик ты из серых кубиков собираешь такой черновой макет уровня вот очень даже вероятно что на этом этапе протестируется как раз играбельность этого уровня ключевые точки обозначатся куда игрок смотрит и так далее тут можно тестеров к этому подключать даже вот затем когда плейтесты удачные все хорошо замечательно берутся ассеты которые уже смоделены должны быть к этому времени расставляются после этого можно дополнительно еще прогнать плейтесты их много не бывает вот ну и затем собственно ну затем локация уже может меняться там в зависимости от того как какой там баланс будет если это какая-то rpg по сюжетным причинам да там локация естественно тоже может меняться ну в общем целом все начинается с грейбоксов все начинается с концепт-арта потом грейбоксы визуальная часть локации доводится до концепт-арта насколько это возможно но как правило она не будет соответствовать концепт-арту скорее всего потому что концепт-арта не может учитывать в своей идее играбельность локации то есть он это должен иметь ввиду но сто процентов нарисовать ему сразу играбельный такой концепт концепт играбельной локации скорее всего не получится вот то есть сначала грейбоксы потом ставим ассеты все это в промежуточных этапах тестируем тестируем полируем шлифуем так далее вот ну я не environment artist поэтому я собственно знаю об их пайплайнах по наслышке но в общем целом принцип такой так Так вот, зубы, кстати, они с внутренней стороны, у них вот этот вот грязевой слой, он длиннее. Потому что снаружи-то здесь все-таки оно обтирается больше, а изнутри тут скапливается всякое разное, и поэтому такой нюанс можно учесть. Типа это вряд ли кто увидит когда-нибудь, но почему бы нет, все равно же делаем. Здесь я даже побольше как раз сделаю, вот так вот. Потом сюда фильтр-блюр накину, и вот эта вся грязюка размажется получше. Кстати, где требуется истинное, прям мастерство. Мастерство environment-артиста и level-дизайнера, они, как правило, вместе работают, да? Ну, environment-артист отвечает за визуальную часть, вот level-дизайнер отвечает за то, как это играется. Тут нагрузка на level-дизайнера выше, но environment-артиста тоже выше, потому что арт, он, ну, очень сильно помогает вообще ориентироваться в локации. Да, то есть, чтобы игроку понять, куда идти, можно сделать соответствующие такие контрольные путеводные точки, да, места интереса. Поэтому тут у артиста тоже есть работенка. Вот, но про что я говорил, про то, что гораздо сложнее level-дизайн и environment-дизайн-арт в мультиплеерных играх. Да, по сравнению с сингловыми. Ну, как бы и сами, если вы играете в какие-то мультиплеерные игры, то замечали, что хорошие прям для игры карты встречаются редко. И это действительно задача крайне сложная. Нужно очень много плей-тестов провести. Очень хорошо продумать просто каждый камень, который встречается на вашем пути, потому что для кого-то этот камень может быть укрытием, допустим, да. Так. Ну, на когте энергии уже нету, пожалуй. Давайте сейчас размоем зубы, и можно будет на сегодня закончить. Завтра продолжим лепить нашего крипового товарища. Не кота, а цветкового монстра. Вот. У нас через один стрим идет. Один стрим по коту, второй стрим по монстру. Кстати, здесь надо убрать с языка белое. Белый налет. Вот так вот. Так. Ну, немножко видно, конечно, вот эти вот штуки на швах. Ну, в целом, пока что не страшно, если что, пофиксим. Вот так, более-менее естественное такое загрязнение зубов произошло. В целом, нормально. Так, ну, давайте, наверное, чтобы как в качестве финальной картинки что-то было более интересное. Сейчас я это положу на кота по-быстрому. Так, так, так. Вот тут templates. А, ну, в принципе, анриловский подходит. Так, так, так. Экспорт. Берем кота. Так, материал здесь у нас... cat-sensories. Заодно, кстати, покажу, как накладывать нормали для DirectX в Blender, потому что Blender использует формат нормали OpenGL. Так, я экспортировал? Да, вот, экспортировал. Тут у нас, по сути... Ну, пока только одна карта, на самом деле. Да? А, нет, две, две. Нормали тоже немножечко красили. Что ж, ты несколько не импортируешь. Так, так, так. Вот так. Так, это у нас что? Это у нас Base Color. Ну, здесь все понятно. Просто подключаем. Так, ну, здесь можно Overlay выключить. Так, поинтереснее будет выглядеть. Язык забыли покрасить, что ли? Да? Серьезно? А, я понял. Я понял. Он тут у нас покрасился чем-то таким. Да, он вот этим покрасился. Давайте это уберем быстренько. Быстренько уберем это отсюда. Красота, красота. Да, красота. Действительно красота. Так, экспорт. Так, так. Перезаписываем. Хорошо. Берем здесь Reload. Да. Все, круто. Пока спекуляр не нужен. Пусть пока будет не блестящим. Оно. Маловаты, кстати, вот эти вот радужки. Маловато. Они практически весь глаз заполняют. Ну, исправим потом. Так, Roughness Metallic. Здесь он пока нам не нужен вообще. Пусть в стороне валяется. Так, а когда загрузили вы карту нормали в формате DirectX? Сначала что нужно сделать? Ну, вообще в целом, общее это Non-Color. Ставим для карт нормали в Blender. Переподключаем к ноду Normal и втыкаем конвертер, вернее, вектор NormalMap. Вот так. Вот. Но в случае, когда у вас нормали формата DirectX, у вас будет все неправильно освещаться. Потому что в DirectX карте нормалей инвертированный зеленый канал. Для этого нам нужно разделить каналы картинки и собрать каналы картинки. Вот. А зеленый канал, поскольку он инвертирован, да, вот он Green, нам нужно просто взять и инвертировать и вставить вот это вот сюда. И все. И в таком случае у нас карта нормалей будет работать корректно, даже если она для DirectX. Если не для DirectX, то вот эта вот промежуточная связка нодов совершенно не нужна. Давайте вот так вот. Не, некрасиво. Ладно. Вот так вот ставим. Так. Ты вещаешь из третьего ФНАФа что ли? Че? Непонятно. Ну, короче, ладно. Такая вот кошка на сегодня. Глаза надо будет ей пофиксить. Именно размер радужки, он больше у нее. Вот. А так все близится к завершению. Завтра будем делать цветкового монстра в ZBrush. Вот так вот. Все. Спасибо большое, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Лайки ставьте и заходите в наш сервер Discord. Там атмосферно, лампово и приятно. А еще там расписание стримов, кстати. Там его можно посмотреть всегда в актуальном виде. Хе-хе-хе. Все. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok